Всех приветствую! Вы на канале всё сами своими руками. Экстренно собрались. Бегом-бегом уезжаем с деревни. Даже не успела никакой видеоролик отснять, пока бегала. Роза обсыпала. Перегноем Андрей. Тоже своими делами занимался. Позвонили по холодильнику, сказали, что срочно приезжайте, иначе мы уедем. Заказывали-то мы на другое время, но привезли сейчас. Так что бегом-бегом поехали. Так сейчас кратенько расскажу. Ну, у нас морозы по ночам стоят. Днём-то вообще тепло. У нас как будто бы прям такое какое-то осеннее запоздало бабье лето. Вчера даже мухи летали и божьи коровки. В общем, красота. Прям днём вообще тепло. Хотя утром всё было прям заморожено. И прям мороз лежал на траве. У нас вон отремонтировали. Ай, не успела показать вам. Отремонтировали в этом году. Это у нас красиво сделали дворец культуры у нас называется. Или как он, да? Нет? Как у нас называется? Дом культуры. Дом культуры ли он называется? Да, наверное, дом культуры. Отремонтировали. В общем, сделали такую у нас там красоту. Потом как-нибудь поеду мимо. Обязательно отсниму. Так что вот так обсыпала розы. Вчера мама приезжала. Всё обрезали. В общем, в этом году, конечно, огород у меня получается заброшенный. Потому что не успела ничего сделать. Всё уже стеклянное. Ну, что смогли, то обрезали. А всё остальное будем убирать весной. Потому что сейчас уже по клумбам. Вот здесь вот, кстати, бычки, коровки летом тусовались. Потому что земля уже вообще, ноги разъезжаются. Всё сырая, всё оттаивает. В общем, затаптывать всё совсем не хочется. Так что буду сейчас вам... Хотела заснять ролик, видео по огороду походить, с вами погулять. Но ничего не успела сделать. Поэтому буду снимать дорогу. Покажу вам немножечко и расскажу. Немножечко засниму вам реку, дом нашу. Река Томи, она у нас протекает, соединяет довольно-таки множество городов. Она и в Кемерово, и в Томске есть эта река. Просто, когда мы были в Томске, там у них такая красивая набережная. Там по ощущениям совсем немножечко такая другая река. Она там какой-то там изгиб, получается очень красиво. Я как-то, кстати, снимала видеоролик. Там ледоход, когда он нашёл. Это наша трасса. Это сейчас мы находимся... Это мы уже в Новокузнецке, да, это мы уже заехали в Новокузнецк. Бросили сейчас, сняли чехол с теплицы. Хотели немножечко теплицей позаниматься. Всё бросили, всё теперь валяется. В воде ничего не будет. Потом во вторник приедем, начнём теплицей заниматься. Если получится, то перетащим теплицу на постоянное место. Сейчас мы будем ехать с вами по мосту. Это Байдаевский мост. Здесь у нас Байдаевские карьеры. Всё детство моё прошло на этих карьерах. Ездили, купались, сюда ходили. И с бабушкой, и с мамой. Но сейчас, к сожалению, здесь всё совсем по-другому. Потому что откупили большую территорию участники. Здесь туристические сделали комплексы гостиничные. Сейчас мы едем через мост, через Байдаевский речко. Вон там розовое здание. Я не знаю, видно, не видно. На камере мой детский садик. Ходила сюда. Сделали туристический комплекс. И добывают здесь бравий. Сейчас Сергей поехал через Мурманскую. Сейчас будет дом. Будем проезжать дом. Я здесь жила. Вот этот вот жёлтенький домик. Вот этот вот. Здесь жила бабушка моя. Она уже умерла 16 лет назад. Здесь всё прошло. Моё детство. Бегали, играли. Все дома эти ещё старые очень. Строили эти дома. Дома ещё немцы. Но вот эти вот уже новые дома строили ещё немцы. Видите, разрушаются. Дома сносят. Потому что им уже лет, наверное, я не знаю тоже сколько. Вот. А сейчас мы поедем через верхнюю колонию. Там раньше жили эти же самые пленные немцы. Но сейчас уже очень давно все уехали к себе на родину. Так что у людей тоже жизнь наладилась. Всё хорошо. А сюда в детстве мы ходили, отмечали 9 мая. Сейчас мы едем через верхнюю колонию. Кстати, сегодня 17 октября. Как раз годовщина смерти бабушки. 16 лет. 17 октября её не стало. Ну, а верхняя колония сейчас вот здесь довольно-таки хорошо разрослась. Отремонтировали. Здесь раньше были бараки. Мы сюда с мамой ходили. У нас здесь жили мамины друзья. Школу построили. Вон такую шикарную. В принципе, здесь люди довольно-таки очень много живут. И многим нравится, потому что рядом с городом. Сейчас мы будем проезжать с вами органику. Это химическое производство. Я здесь отработала практически 10 лет. ВУТК, лаборантом и контролёром. В общем, всем на свете работало. Довольно-таки очень сложное производство. Ну, ой-ой-ой. Ничего себе тут, как они. А там стояли под знаки. Вообще кошмар. Стояли, ремонтировали. Тут я аж испугалась. Отработала, я говорю, здесь почти 10 лет. Сложное производство. Много цехов сейчас там, к сожалению, закрылось. Ну, очень хорошее. Я любила там работать. Зарплаты, конечно, мне очень высокие. А так, производство вообще... Ну, я, в принципе, химик, поэтому очень любила там работать. Кстати, сейчас мы будем проезжать немножечко НИХФИ. Тоже сюда ходила я. Тоже занимается она. Вон там НИХФИ у нас занимается большими тоже делами. Раньше там производили субстанции. И лаборатория была испытательная. На животных антибиотики испытывали. Сейчас не знаю, есть там все это, нет. Возможно, все это закрылось уже давно. Мы уже к дому. Получилось такое незапланированное видео. Хотела заснять совсем другое. Но получилась опять экскурсия у меня небольшая по нашему городу. Вот так вот. Ладненько, всем пока-пока. Спасибо, что смотрите. Всем хороших выходных. Только приехали, только подъехали и все. Привезли наш красавчик. Буквально прям успели тютелька в тютельку. А громадина двухметровая. Довольны ей, как не знам о чем. Вот. И здесь снизу. Три камеры. Вот. Так что. Вот. Привезли красавчик наш. Ура. Сейчас дождемся еще установки. Будем переделывать дверь на другую сторону. Нам так будет удобнее. Вот. И в принципе и все. День хорошо прошел. Ну ладно. Всем теперь пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok